Для того, чтобы вы могли уметь выслеживать свое состояние, то есть, что с вами происходит прямо сейчас и здесь, вам необходимо быть в моменте здесь и сейчас, потому что ваше эфирное тело, телесные ощущения есть только в моменте сейчас. Когда вы думаете, вы всегда в прошлом или в будущем, а, соответственно, вы не в контакте с телом. Тела нет ни в прошлом, ни в будущем. Тело есть только сейчас. И мы с вами изучили способ, как развивать в себе способность выслеживать свои состояния. Нужно свое внимание возвращать в момент сейчас. И в этом вам поможет практика концентрации внимания на дыхании. Все это первое. Мы с вами буквально вчера, сегодня этим занимались. Но следующая техника, это техника трансформации. И после нее идет техника неделания. То есть, мы с вами говорили, что, в общем-то, нашей проблемой является то, что мы вовлечены в этот иллюзорный мир и вовлечены с помощью, с помощью наличия у нас программ. То есть, мы с вами каким-то образом реагируем на этот мир, находясь в определенных программах. И находимся в зависимости у этих программ. Да? Можно сказать так. И каким образом, ну, допустим, мы сказали, что основной проблемой нашей является то, что мы не можем принять мир, вот эту реальность, такой, как она есть. Да? И когда мы не принимаем реальность, мы боремся. Когда мы не принимаем реальность, такой, какая она есть, мы на уровне мыслей, эмоций и телесных ощущений воспроизводим какие эмоции? Деструктивные. Мысли какие деструктивные? И ощущения какие? Соответствующие этим деструктивным мыслям и эмоциям. Да? Это мы тоже с вами поняли. То есть, есть деструктивные мысли, есть деструктивные эмоции, и есть ощущения, которые соответствуют этим деструктивным эмоциям и мыслям. Какого бы ранга духовно продвинутого человека, вы бы не думали о себе, но если у вас есть деструктивная мысль, у вас одна из, ну, скольки там, пять или шесть деструктивных эмоций. Все. Мы больше никак не умеем деструктивно реагировать. И когда человек говорит, да я не обижаюсь вообще-то уже, да, ну, как правило, это человек, который, в общем-то, думает, что он не обижается. Но на самом деле, возможно, это далеко не так. Да? И потому что человек, обида может быть вытеснена, да, вытесняться. И вот то, что мы с вами технику выслеживания проходили, то, что мы с вами умеем замечать деструктивные эмоции, какие-то телесные ощущения, которые соответствуют им, это является первой частью охоты на силу. То есть, чтобы овладеть силой, вы сначала должны найти, откуда ее брать. А откуда вы ее будете брать? Ну вот, вот я вышел без такой, да? А где я буду эту силу брать? Я буду силу черпать из своей слабости. Потому что всегда, когда я реагирую деструктивно, я проявляю слабость свою, не силу, слабость. Да? Дверь можно закрыть, пожалуйста. Значит, и вот, если система практики строится на том, что как только вы обнаружили вот эту слабость, у вас есть возможность из этой слабости черпать силу. И вы можете вместо неприятия и борьбы с реальностью согласиться с ней и обрести силу, а вместе с ней приятие реальности. И, собственно говоря, помните, есть такое выражение «быть в потоке», «быть потоком». И, в общем-то, каждый из вас уже испытывал это состояние приятия, приятия, приятия. И вы частенько, возможно, уже попадали в поток. Когда вы в потоке, вы не сопротивляетесь ничему. И как бы кажется, что все само собой происходит. Какая-то вот удача. Там зеленый свет, ну, автобус подошел, там, освободили место на стоянке и так далее, да? И вот, но все начинается, понимаете, все начинается. Вот как начинается охота? Охотник как ловит добычу? Он сначала должен ее выследить. Вы понимаете, если у вас нет системы, где охотиться и зачем охотиться, а как вы будете развивать свою силу? Силой у нас является способность принимать мир таким, как он есть и менять то, что вам надлежит кармически, да? Согласно вашей миссии души. Зачем душа пришла развиваться? Что-то изменить в себе? Научиться непривязанности, да? И вот... И когда вы обладаете силой, вы можете быть осознанными. То есть, по-другому можно сказать, что сила – это ваша способность быть осознанными. И если вы знаете, что каждый день, открывая глаза, утром, у вас начинается игра охота на силу, и ваша задача в течение дня – выслеживать, прежде всего, что? Свои деструктивные состояния. Потому что, в принципе, больше ничего вас такого не интересует, потому что только деструктивные состояния вам позволят изменить то, куда вы тратите силу на эти деструктивные состояния. И более того, изменившись, обретя эту силу, реализовывать ее в своей жизни. Значит, вот смотрите, система практик, да? Первая – это техника выслеживания своего состояния. Когда вы нашли деструктивное состояние? Естественно, у него есть определенные причины. Помните, мы сказали, что когда мы описываем свое состояние, мы говорим о трех телах. Это ментальное тело, эмоциональное и эфирное тело. Но они же не оторваны, а существуют от какого тела? Событийного? То есть, чтобы у нас появились мысли и эмоции, и ощущения, нужно, чтобы что произошло? Событие. Событие какое-то, да? Событие. И вот поэтому вторая практика, она связана с перепросмотром событий в вашей жизни. И Фрейд открыл явление переноса еще в те свои знаменитые годы, когда он на своей пациентке понял, что там какая-то Хельга переносит свои чувства от мужа, на самом деле от матери. То есть, у нее к матери такие чувства, а она переносит эти чувства, поскольку они у нее не завершены, она испытывает те чувства, которые вообще-то адресованы к матери, она переносит эти чувства на мужа. И вот явление переноса, собственно говоря, открыло вот этот вот... Это же было тогда, когда психология только развивалась, ведь ей как науке всего 100 лет. То есть, она не такая, чтобы, знаете, медицина, которой тысячи лет. Вот. И было обнаружено, что, оказывается, наши реакции в настоящем связаны с событиями, которые уже произошли в нашей жизни, и которые теперь рефлекторно повторяются. Вот из того события, в котором ранее было такое непрожитие чувств, неприятие этого события ранее, там образуется всегда какой-то символ. То есть, это может быть слово, это может быть комплекция тела, это может быть голос, манера говорения, да? Это может быть запах, в общем-то, да? И вот, когда эти символы появляются в настоящем, то помните, как вот этот рефлекс собаки Павлова? То есть, символ появился, и у нас выделяется реакция. То есть, появился такой же командный голос, к примеру, да? И у нас уже реакция, то есть, мы ненавидим этого человека. Но на самом деле, наши чувства оживлены... Вот этот человек, он как бы очертаниями своими напомнил ту ситуацию. И наши чувства, на самом деле, вот эта ненависть, неприятие, оно обращено не к этому человеку, а к тому, который изначально оживил, и с кем это было не пружито. И поэтому наша задача, вот вторая практика перепросмотра истории жизни, наша задача осознавать это и вернуться в то событие, где мы не смогли, ну, по сути, завершить событие. То есть, мы не смогли его принять таким, какое оно есть. Ну, и, соответственно, конечно, вот, допустим, опять же, та ситуация с инцестом, да? Ну, вот, человек всегда говорит, а как я могу это принять? Как это вообще можно принять? И, конечно, на уровне человеческом, возможно, даже тут решения нету. Но помните, что всегда, всегда проблемы одного уровня часто решаются проблемой какого? Решением вышележащего уровня. То есть, тело и личность – это один из самых низких уровней. Чтобы решить проблему этого уровня, мы должны подняться на ступеньку выше и посмотреть на эту ситуацию с уровня души, как минимум. Как минимум, да? И вот, когда мы поднимаемся на уровень души, мы начинаем понимать, что душа специально пришла для того, чтобы пережить этот опыт. И, в частности, например, это опыт унижения, насилия. Да? Это, конечно, достаточно... Ну, я хочу сказать, что это очень уже продвинутый уровень, когда вот кто-то ко мне подходил, спрашивал, да, что сначала менялись ситуацию, а вообще-то, как бы, завершением ситуации является, когда вы снова в нее возвращаетесь, и вы ее никак не меняете. Вы ее принимаете так, как она произошла. И если у вас это получается сделать, значит, вы выполняете задачу души, то есть вы проживаете эти чувства, ради которых она пришла сюда. И часто, знаете, мы должны пережить вот эту слабость, вот это унижение, потому что противовес, в общем-то, всегда у человека, ну, как бы мы же у другого увидим, какая-то гордая она. Да? А вот гордость своей души мы не замечаем, да? А жизнь, она вот таких гордецов, она всегда сотворяет такие события, в которых... Ну, человеку он говорит, да какой я гордый, да я не гордая, я хорошая, за что меня так? Всегда, всегда. Вон сколько этих гордых. Всегда наказывают? А? Нет, человек всегда пытается сказать, что у него этого нету, как правило. То есть, он думает, что его не заслужено, ну, жизнь обижает, что вон сколько негодяев, почему они живут припеваючи, а меня, честного, хорошего человека, вот такое со мной сотворили, да? Но нужно помнить позицию ответственности, потому что позиция жертвы никогда не ведет никакому решению. А обвинять жизнь – это позиция жертвы. Позиция ответственности – это... Всегда нужно говорить. Вот это вот прям можно записать. Каким образом я сделала так, чтобы этот опыт пришел в мою жизнь? Позиция ответственности говорит, я нуждаюсь в этом опыте. Понимаете? Обычно мы машем, вот, меня обманули и так далее. Ну, попробуйте хотя бы один раз пережить и позволить, чтобы вас обманули. Даже просто чувство определенное. Ну, разрешите жизни сыграть этот розыгрыш с вами. Ну, не ведитесь на этот розыгрыш и там, нет, меня не должна обмануть. Вот этот вот страх потери, страх то, что... А позвольте, поиграйте с жизнью. Позвольте один раз вас унизить и пережить это. Это очень сложно, на самом деле, да? Но именно это ведет к свободе от вот этой зависимости. Потому что человек, убегающий от униженности и борющийся с униженностью, он на самом деле что делает? Он только ее укрепляет. Что значит пережить, я вот не понимаю все это. Что значит пережить, да? Даже если ты вернулся обратно в ту ситуацию, в которой там тебя унизили, тебе было неприятно. Как ее проработать? Как ее... Да, вот здесь вот фактически вы... Вы живешь и вераешь. Вы должны быть в контакте со своим телом. То есть вы должны быть в контакте со своим телом. И понимаете, вот мы говорили, что чувство униженности, это больше к эмоциям относится. Но обычно мы всегда говорим и думаем про это на уровне ума только. А в теле у вас всегда есть какие-то ощущения. Вот когда мы говорим про униженность, мы в теле всегда испытываем определенные ощущения. И пережить, это значит пропустить эти эмоции через свое тело, то есть позволив быть этим ощущением. Потому что каждое ощущение – это эмоция. То есть опять почувствовать то, что ты чувствовал тогда? Да. Когда вы возвращаетесь к той первичной ситуации, вы всегда испытываете определенное чувство, которое вы не хотите, и вы не хотите его принимать. Но на самом деле, вот я сейчас хочу вам дать такой уход, он вообще-то очень мудрый. Дело в том, что, понимаете, вот у нас вот эти чувства появляются, там, униженности, несправедливости, какие еще, покинутости. Потому что мы для себя, интеллектом, решили, что вот у нас всего есть шесть естественных эмоций, что какие-то эмоции не нужны нам. То есть мы решили, что эмоция, вот какие шесть эмоций естественных у нас, мы ежедневно, постоянно с вами воспроизводим. Мы воспроизводим с вами эмоцию гнева, это нормальная естественная эмоция. Мы воспроизводим с вами эмоцию радости, но как высшая эмоция радости, это счастье. Иногда мы бываем счастливы, но счастье не длится же постоянно, да? Мы бываем с вами тревожны. Тревога – это еще одна из нормальных естественных эмоций. Одна из нормальных естественных эмоций – это печаль. Печаль. И одна из нормальных естественных эмоций – это страх. В течение жизни, собственно говоря, жизнь не состоит из чередования этих эмоций. Ежедневно весь наш набор, ну, как бы впечатлений, он состоит из букета вот вот этих эмоций различных далее в течение дня мы не можем быть в одной эмоции то есть ну даже если вы чего-то сильно боитесь где-то вы улыбнулись там где-то что-то кто-то что-то позвонил сказал да потом может быть опять и ушли в этот страх да боитесь чего-то если но периодически у вас может появиться и помимо радости и гнев там на кого-то вы что-то разозлились кто-то да то есть мы на самом деле постоянно проявляем определенные эмоции чувства но это кстати очень хорошо описано в книжке шри боговатого не задерживая просветление как мы задерживаем свое освобождение мы решили своим интеллектом что есть приемлемые эмоции и неприемлемые и вот в частности для духовных людей очень часто это неприемлемая эмоция гнева ну потому что еще буддисты же говорят что гневливый человек не гнев это плохо но это крайнее проявление гнева плохо а гнев вообще-то входит в перечень естественных эмоций с помощью которых мы ограничиваем свою территорию да мы показываем свои границы пределы но если человек к примеру его техник гневится плохо то это это нехорошо интеллект говорит такую эмоцию нам не нужно проживать значит мы ее подавлять начинаем и значит мы не можем отстаивать свою территорию границ значит на кого-то будем на себе носить за кого-то будем чего-то делать потому что отказывать не можем да и смотрите и при этом у нас появляется деструктивное чувство смотрите на гнев естественную эмоцию заглушаем а деструктивное чувство у нас обида вина появляется потому что человек говорит я же я же была после работы и так далее но ты меня попросил я тебе не смогла отказать и я это сделал а теперь когда я тебя прошу да я же я же жертвовала собой я все ну женщина обещает я на тебя все самые лучшие годы значит потратила значит а ты и смотрите а кто тебя просил да отставил он свою территорию да нет я жалела тебя я тебя жалела обычно те кто жалеет их не жалеют и для них это целая драма потому что это такая непереживаемая обида это предательство это и но понимать а в основе это было интеллект решил шри богова почему мы с ним так очень хорошо поняли да друг друга что интеллект решил что гнев надо исключить из нормальных эмоций это не духовно это ну как описано в ведах чтобы гневливые люди это низкий интеллект ну и он собирает все вот почему интеллект начинает командовать в этом плане да и интеллект говорит нет эту эмоцию мы не допустим но тогда появляются вместо естественных появляются какие эмоции деструктивные поэтому я вам предлагаю вот что в принципе уже знаете я конечно на этих трансформациях как только с этим не работать но мне кажется самый такой экологичный естественный путь это когда вы чувствуете в себе какие-то деструктивные эмоции разобраться какую естественную эмоцию вы блокируете потому что вы всегда какую-то эмоцию блокируете вот например покинутость чувство покинутости и покинутости человек боится что его покинут страх да есть он не принимает этот страх а он он почему боится покинуться потому что в результате покинутости мы какое чувство испытываем вот кстати интересно было когда вы прощались некоторые плакали а некоторые там позитивно да потому что когда мы прощаемся мы испытываем печаль чувство печали а некоторые люди говорят печаль это не нужно нужно только что делать радоваться и нужно всегда радоваться а куда же печать ну хорошо печаль ушла в сторону тогда появляется чувство покинутости да ну а чувство покинутости это страх деструктивное чувство страх что меня покинут да то есть мы печаль убираем тогда вот страх увеличивается и это понимаете это такая игра то есть вы с живой материи если вы чего-то естественно она вы понимаете никуда не может исчезнуть если здесь было значит там прибыла и вот так вот постоянно это игра помните вот этот вот шарик есть такие игры вот его надо закатить туда и вот вы его так вот если чуть нет он туда поехал то есть вот как вы будете регулировать этот баланс так она вам и выстроит а если вы не хотите проживать печаль вот мы на прошлой группе разбирали да у нас говорили что я устала проживать печаль да то есть ну устала ну а печаль это естественная программа да но это не только страх мы тоже запрещаем себе проживать страх да то есть мы должны быть бесстрашными мы должны быть какими сильными смелыми да а страх страх чувствует тот трус тряпка да ни рыба ни мясо там но это в общем то почему страх но и когда страх уходит когда мы запрещаем себе проживать страх мы можем испытывать чувство вины там или еще какие-то стыда допустим да то есть вот очень важно понимать когда вы испытываете деструктивную эмоцию какую естественную эмоцию вы не хотите проявлять в данный момент вернее ваш интеллект придумал придумал что он не будет проявлять эту эмоцию запретил себе проявлять и вот удивительно если вы начнете дальше исследовать эту тему то вы обнаружите что у вас вообще-то в стиле есть блоки такие чтобы не проявлять и не проживать это чувство и конечно потребуется определенное время для того чтобы вы научились это проживать но для начала вот на этом семинаре я перед вами ставлю задачу сначала интеллектуально хотя бы к этому приблизиться и признать что у вас есть блокировка определенных чувств работать с телом я вас буду учить дальше потому что для начала вы должны устойчиво наработать способность концентрации внимания на моменте сейчас чтобы вы могли всегда уметь выслеживать свои состояния и вот сейчас вы можете ментально что делать технику неделания вот это третья техника то есть первая техника это техника выслеживания своего состояния вторая техника поскольку мы выслеживаем вот эти состояния мы перепросматриваем события истории нашей жизни ну кстати сюда может относиться опять же от уровня готовности охотника перепросмотр прошлых жизней то есть реинкарнации души и третья практика это техника неделания то есть с чего все начинается с вашей реакции которая доставляет вам в общем то потом дискомфорт ну то есть вот эти деструктивные чувства то есть вы должны вот эта третья техника изменить свое поведение и вместо реакции которая основана на деструктивных мыслях на деструктивных эмоциях и на неприятных телесных ощущениях вы должны воспроизводить поведение которое основано на конструктивных естественных эмоциях и соответственно на конструктивных мыслях и соответственно на конструктивном поведении потому что обида это всегда какое поведение деструктивное И обиду Там же есть подстрекатель Ум А это Удав, Каала И Багира рядом бежит И еще говорят эти макаки Называли тебя земляным червяком И он говорит И они меня еще называли И еще быстрее бежит Ну чтобы их там всех заглотить Они называли меня земляным червяком То есть подстрекатель он говорит Нет, это как это они так могли А техника неделания На основе понимания Вот мы сейчас понимаем Что деструктивные эмоции Проявляя деструктивные эмоции Мы против кого играли? Против себя Нам это надо? Нет Но этому насильнику мы поможем Если мы будем испытывать обиду Честно будем испытывать обиду Как-то мы на него воздействуем Этой обидой своей Так его Он где? Он только в нашем образе сейчас Да? Вот в мыслях И получается, что В определенный момент Человек действительно приходит к пониманию Что А зачем он это делает вообще? Зачем? Если это на самом деле Никак не решает его вопрос И более того Это его ограничивает в жизни И более того Смотрите Вы заявляли здесь запрос На то, что не хватает личной силы На то, что она как-то Вроде копится А потом куда-то исчезает Да? Как вот этот песок в руках А личная сила на что? Расходуется В большом количестве На деструктивные эмоции Вот я хочу сказать Что я занимаюсь этими практиками Но прошел достаточно И прожил достаточно интересный Ну такой этап жизни Личностный уровень Когда В общем-то Я Реализовывал Свои желания Которые В общем-то Я говорил Да? Что когда Нет Когда Соприкасаешься Близко с Адмоном Ты Лучше слышишь Свои желания И реализуешь их И Я считаю Что у меня Хватило личной силы Реализовывать Потому что Я перестал тратить Свою энергию Ну максимально Насколько это возможно По мере моего осознания На обиды На Вот эти Деструктивные эмоции Поэтому Прямо сейчас Если мы будем говорить Для того Чтобы увеличить Личную силу Нужно что? Не реагировать деструктивно Так Значит смотрите Первое То что мы говорили с вами Да? Это имеется Ввязь С источником С Адмоном Да? То есть Необходима медитация Первое Да? Второе 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 Мы должны Вот как вы говорили А куда мы тратим Эту силу? На что мы тратим Эту силу? Да? Потому что Сила которая тратится На творчество На конструктивные Какие-то Какие-то моменты Наши жизни Она увеличивает Нашу силу Так же? Да? А когда мы тратим Нашу силу Энергию На деструктивные Эмоции Мысли И так далее Это нас только Что делает? Выматывает Ослабляет Истощает Да? И больше Ничего Вас не истощает И причем Мы же сейчас Поняли Что Деструктивные Мысли Думает Думаете Кто? Думаю Думаю Я сам И значит Если я и думаю Значит я могу Сам остановиться Это делать Деструктивные Эмоции Испытываю Я сам Я сам себе Это делаю Если я сам Это делаю Ну зачем Мне кому-то Идти Говорить Остановите Мне пожалуйста Эту обиду Остановите Вылечите Меня пожалуйста От этой обиды Да? А вот как Вылечить Себя А как Никто не вылечит Ты должен сам Осознать это Да? И вот как Остановить Деструктивную Эмоцию Это техника Неделания Третья Третья практика На которую Мы сейчас Делаем акцент Вот на этом Ретрите О Семинаре Значит И техника Неделания Она основана На конфронтации Со своими Мыслями Давайте я могу Показать На каком-то Примере Как это делать Ну кто Может быть Из вас Готов Мы можем Вместе Разобрать Какую-то Ситуацию Которая Вас Беспокоит И На этом Примере Показать Как Конфронтировать С Какими-то Вашими Деструктивными Состояниями Деструктивными